Разговор о сотрудничестве Китая-Казахстана мы продолжим с моими гостями. Итак, на прямой связи с Леном общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан доктор политических наук Тимур Шамергенов и руководитель отдела стратегических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии общественных наук профессор Сью Фу Ци. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот первый вопрос позвольте я адресовать вам, Тимур Турлигенович. Вот только что в сюжете мы увидели довольно успешные примеры совместных проектов между предприятиями Китая и Казахстана. Вот как вы оцениваете потенциал сотрудничества в производственной и бизнес-сфере между двумя странами? Я вот имею в виду не крупные проекты на государственном уровне, а именно малый и средний бизнес. Я думаю, что потенциал очень большой. Мы действительно видим очень хорошую динамику развития отношений на большом и крупном уровне. И следующий этап развития наших отношений – это действительно, безусловно, выход на бизнес. Малый и средний бизнес, я думаю, сейчас имеет большой потенциал в сфере сельского хозяйства. Например, чтобы наши фермеры могли спокойно выходить на китайский рынок и продавать свою продукцию, имея на это определенные разрешения, лицензии, не выходя на сотрудничество с крупными компаниями, казахстанскими экспортами. То есть необходимо устранить какие-то административные барьеры, существующие для того, чтобы МСБ мог сам взаимодействовать. Также я думаю, что необходимо развивать сотрудничество в производственные вопросы. Например, у нас есть 50-й проект между нашими странами, но их реализуют очень крупные компании. Необходимо создать возможности, чтобы в цепочках производственных участвовали и мелкие производители, чтобы, например, была определенная локализация в Казахстане, чтобы китайские компании, которые работают в Казахстане, они могли заказывать какие-то детали, какие-то проектные решения у малого и среднего бизнеса именно в Казахстане. Также и чтобы китайские компании, малый и средний бизнес, также могли участвовать в транспорт и логистике. То есть возможности, на самом деле, большие. Я думаю, что сейчас, в следующие 5 лет развития 1.1.1, внимание будет сферно именно на эти вопросы. На какие еще проекты и сферы следует обратить внимание сторонам? В каких направлениях взаимодействие идет наиболее успешно? Я полагаю, что для Казахстана, который сейчас реализуется очень важную стратегическую программу, которая называется Нордный Джоу, это в том числе, конечно, инновационное развитие, это промышленная индустриализация нового типа. И в этом смысле, конечно, Китай мог бы принимать участие в этом процессе, имея за собой колоссальный опыт и технологии, и возможности, и кадры, и так далее, и там потом. То есть мы в этом смысле, конечно, готовы работать самым тесным образом с нашими коллегами из Казахстана, создавая уже необходимый такой промышленный потенциал, те объекты, которые, промышленные объекты производства, которые могли бы быть востребованы в Казахстане для удовлетворения не только внутренних запросов, но и создания нового такого экспорта, в том числе на китайский рынок. Это очень перспективное такое направление работы совместное. Профессор, спасибо. Тимур Тулейденович, именно в Казахстане, в Назарбаев университете, пять лет назад, председатель КНРСи Дзиньпин выступил с инициативой создания экономического пояса шелкового пути. Недавно президент Казахстана, Нурсултан Назарбаев, назвал эту инициативу великой и своевременной. Какие, по вашему мнению, главные достижения в реализации этой инициативы, и как продвигается ее стыковка с государственной программой Казахстана Нурлыжол? Вы абсолютно правы. С самых первых дней, когда была озвучена инициатива экономического пояса шелкового пути в Астане, наше руководство очень хорошо восприняло и рассмотрело возможности, потенциал этой идеи. Поэтому буквально в следующий год, в 2014 году, президент Назарбаев выступил со своей инициативой о запуске государственной программы Нурлыжол. Это крупное инфраструктурное и экономическое развитие Казахстана, частью которого, естественно, была с самого начала запланирована стыковка с экономическим поясом шелкового пути. То есть это должен был быть крупный элемент, евразийский элемент ЭПШП. Говоря о достижениях, их очень много, с учетом того, что время ограничено, я обозначу только буквально некоторое. За пять лет, фактически, в Евразии мы наблюдаем новую модель межгосударственных отношений, которые основаны на принципах геоэкономики, а не геополитики. То есть мы все работаем на принципах фактизма и экономической выгоды, нежели геополитический интриг. В сегодняшнем мире это очень важно. Также расширились транспортные потоки с востока на запад, и сегодня мы через пять лет видим, растут потоки с запада на восток. Товарооборот и объемы грузов ежегодно удваиваются. Это хороший показатель. Растут сельскохозяйственные обмены. В прошлом году были подписаны купленные договора о квотах на поставку Казахстанской продукции на китайский рынок. Были поставлены вопросы на провеску о лицензировании продукции, получении различных разрешений. То есть это все очень хорошо отражается на экономическом росте Казахстана. Мы все в целом поддержим Китай в его стремлении открыть новые рынки в Евразии, в его стремлении полностью изменить формат геоэкономических отношений в Евразии. Здесь Казахстан выступает очень хорошим союзником и партнером для Китая. Я думаю, что в ближайшие пять лет отходит еще больше возможностей. Да, спасибо за такой анализ. Вот профессор, буквально пару слов. Какие сдвиги мы можем наблюдать с китайской стороны? Ну, я еще раз повторюсь, со стороны Китая мы уже постепенно открываем наш рынок для продукции из Казахстана. Мы открываем возможность для Казахстана экспортировать свою продукцию через наш порт в Ленингкане. Мы готовы дальше наращивать производственную кооперацию с нашими партнерами из Казахстана. Понятно, что это новые рабочие места, это налоги, это экспорт, это так далее и тому подобное. То есть, что является очень важной состоящей. Также в рамках той же программы Нурдный Джоу, они очень созвучны в данном случае. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!